А еще скажу вам про звезды Катерина Матвейна. Самый космический фильм, в котором ни слова о космосе. Белое солнце пустыни. Традиция, от которой не отказывается ни один экипаж. Уже на протяжении десятилетий все космонавты и астронавты смотрят его перед стартом. Знают буквально наизусть. Это женщина тоже человек? Да. Женщина тоже человек. Да, вот. Ну, понимаете, на самом деле, это у меня был первый раз, мы были дублеры, поэтому мы чуть-чуть смотрели, чуть-чуть праздников, и я не сосредоточилась на фильме совсем, поэтому все не было понятно. Астронавт Италии Саманта Кристофоретти все традиции российской космонавтики соблюдает. Посадила дерево перед стартом, посмотрела фильм и даже выучила несколько русских песен. Ну, конечно, я очень люблю Земля в иллюминаторе. Все бояло, иллюминаторе. Да, конечно. Ну, я не знаю. Такие, ну, такие традиционные, старенькие, Катюша, я очень черные, вот такие очень люблю. Саманта – полиглот. Кроме родного, знает еще четыре языка. Учить русский начала, как только поступила в отряд космонавтов. Рабочий язык станции – английский. Однако все астронавты, которые стартуют на российских союзах, стремятся говорить на языке Пушкина и Гагарина. Учить русский язык был и самый трудный, и самый замечательный час моего тренировки, я думаю. Это очень трудный язык, конечно, для нас. Экипаж корабля «Союз ТМА-15М» стартует в космос. На станции начнется новая долговременная экспедиция с научными экспериментами и, конечно, тоской по дому. 7 декабря Саманта Кристофоретти поздравит свой родной город Милан с Днем Основания. А еще каждый из космонавтов отметит свой день рождения в орбитальном доме. Подарки будут доставлены в космос уже сейчас, вместе с экипажем, с условием открыть в день торжества. На кораблях, да, действительно, на прогрессах придут подарки. Я уже видел один из… вскрыть именно, например, 20 февраля Антону вскрыть только этот пакет именно в день рождения. Я думаю, мы будем скрывать, собираться вместе за одним общим столом, за каком-нибудь делаем, может быть, экспрессо итальянское, либо чай крепкий, да, и будем говорить о семьях, о тех людях, о близких, которые остались на Земле. Ну и праздновать, как обычно, день рождения, желать что-то самое хорошее. Всего самого хорошего экипаж будет желать и всей планете Земля, оплетая ее 16 раз и встречая Новый год на орбите. Причем в этот раз все будет как в сказке – свыдет мороз и своя космическая снегурочка. Экипаж орбитальной станции обещает Земле накануне Нового года добрые и радостные сюрпризы с космической высоты.